А вы любите спонтанные путешествия и поездки? Мы очень любим. Вот так бывало, что проснешься с утра, посмотришь друг на друга, улыбнешься, и кто-то говорит, а не поехать ли нам сегодня? И сегодня мы едем в Суздаль. Приглашаю вас с нами в это путешествие выходного дня. Ехав пару лет назад из Москвы под Александров, мы по сути оказались в уникальном историческом месте. Буквально в 100 километрах, 150 от нас находятся и Ярославль, и Переславль-Залезский, и Сергеев Посад, и Владимир, и Суздаль. Масса, масса необычных, красивых, исторических и архитектурных памятников нашей страны. Сегодня мы едем в Суздаль. Суздаль, основанный в 1024 году, является поистине уникальным городом, ведь он единственный имеет статус города-музея. И при населении чуть менее 10 тысяч человек в Суздале имеется около 50 храмов. И это все не новострой, а исключительно историческое и архитектурное наследие. Некоторые из них были построены после мощного пожара в 18 веке, а другие ведут историю с момента основания города. И церковь вкупе со старинными домами и живописными видами природы создают в Суздале непередаваемую атмосферу русской глубинки. В этот город мы поедем не только ради изучения истории родного края, но и за впечатлениями и душевным спокойствием. И я очень рада, что вы вместе с нами составите компанию в этой прогулке. Добрый день, наши дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр. В моем канале Живем без дублей. И сегодня мы приехали в Суздаль. У нас такая коротенькая поездка выходного дня. На самом деле мы не так далеко живем от Суздали. Примерно полтора часа. И мы уже, собственно, тут. Вот поэтому будем просто гулять, ходить, как мы любим, куда глаза глядят. Ну и берем вас с собой. Сейчас мы находимся около Скорбящинской церкви. Она 1787 года. И сохраняет формы традиционных клетских церквей. Колокольня у нее типичная для Суздаля. И что вот очень интересно, вот сам храм, видите, он как бы большой, а рядом с ним как пристройка такой маленький. В свое время, когда мы тут приезжали пару лет назад, мы брали экскурсовода. И я вот задавала вопрос, как раньше отапливали. Ну, сейчас в основном в храмах тоже сделано центральное отапление. Если вы обращали внимание, там батареи, как правило, стоят. Они правда так расположены, что их незаметно практически. Но раньше-то этого не было. А храмов много. В них шли службы. И вот в этой маленькой пристройке она была отапливаемая. Это был бы как бы зимний храм. А вот основной большой, это был летний храм. И здесь службы шли летом. И мы сейчас с вами будем гулять. Посмотрите, вот формы колоколен действительно в Суздале они особенные. И многие напоминают вот эту. С дороги ищем где чайку попить. Ну что, пойдем? Хотим просто попить чайку. Может быть, пирожок какой-нибудь съедим. Вот тут, видите, сразу Иван-чай предлагает. Здравствуйте. Смотрите, как симпатично. Так, в принципе, неприметно было с улицы, да? А так очень симпатично. Ну вот, смотри, вареники можно, например, с картошкой. Да. И блины, и суп-юре грибной, вот постный. Блин, и это не для нас. Очень красиво все сделано, так аккуратненько, чистенько. Но мы все-таки решили пойти еще что-нибудь поискать. Вообще, на самом деле, сейчас уже 5 часов вечера. И сегодня невероятной красоты, солнечный день. Пойдемте ярмарку. Потому что, на самом деле, конечно, чай попить и перекусить с дороги очень хорошо. Но, по большому счету, сейчас дни все-таки не такие длинные. Еще же весна. И если мы сейчас будем сосредотачиваться на еде, то стемнеет. И мы пропустим все самое интересное. Поэтому пойдем посмотрим ярмарку. Пока светло. А самое главное, пока светит такое замечательное весеннее солнце. Здесь мы проходим вечный огонь. Мы сейчас находимся, в общем-то, в самом центре города. И это вечный огонь в честь суздальцев, павших в Великой Отечественной войне. Приближаемся с вами к торговым рядам. Ну, к такой своеобразной ярмарке, которая тут проходит. Конечно, товары для туристов преимущественно. Для туристов? Да. Настойки, прянички. А вот, кстати, сбитни, которые мы с вами все любим. Да? Вот они здесь по 320 рублей. Столбушинские сбитни. Ну, во всяком случае, они точно качественные. Это мы знаем. Потому что вот что в таких бутылках не очень понятно мне лично. Товары. Хотела сказать народных промыслов. Ну, мне кажется, это тоже, да, специально вот так вот для туристов шьют. Это не какие-то частные мастерицы. Ну, это, опять же, мое мнение, руками делают. Это вот так вот, ну, промышленным образом производят именно для продажи в торговых рядах. Ну, в связи с этим, на мой взгляд, опять же, у этих вещей отсутствует авторская аутентичность. Ну, а для туристов, особенно иностранных туристов, которые, я думаю, что сейчас очень мало, а скоро их вообще не будет. Ну, а для туристов эти товары, наверное, интересны. Такой сувенир провести. Ну, хотя, что касается носков и варежек. Ну, смотрите, со снегиречками, какие чудесные. А сколько такие со снегирями стоят? 400? Ну, и цена очень даже. Ну, мне не надо. А так вообще очень хорошие, правда? К вам, Валерий Леонидович, погодка сегодня. Здравствуйте, все наши. Сегодня мы в Суздале, в сердце, в сердце Владимирско-Суздальское княжество. Отсюда наши истоки тоже идут. Там и рядом. Вот так вот. Да. Погодка хорошая. На днях с вами по Александрово гуляли, теперь по Суздале. Я, наверное, мне кажется, раз в десятый уже в Суздале. Мне очень тут нравится. Мы уже и с Валерой вместе, по-моему, третий или четвертый раз. Здесь неспешно, тихо. Да, здесь вот мне нравится, что здесь, знаете, в отличие от, особенно, туристических многих маршрутов, ну, во-первых, все такое настоящее сохранилось. То есть, в отличие от Плеса, где мы с вами тоже были, если вы не видели, вот здесь я вам даю ссылку на наше путешествие в Плес. Это мы летом ездили в рамках нашего отпуска. Вот, в отличие от Плеса, где все такое, ну, новодел, все перестроено. В Суздале как раз сохранена, но, во всяком случае, пока оригинальная архитектура. Если где-то и произведена реставрация, то она с сохранением исторического облика. И в связи с этим здесь очень приятно находиться. Здесь какая-то вот невероятная атмосфера такой тишины, спокойствия, умиротворенности. И при этом такое наслаждение для глаз. Вот, когда ты не посмотришь, везде какие-то старинные дома, храмы. Сейчас чуть дальше вам расскажу, почему именно в Суздале такое количество храмов. А здесь они буквально на каждой улице, в каждом переулке. Ну, то есть, мне кажется, что город вообще состоит из храмов. Вот, смотрите, какой петух нам попался. А картины, вот, мне кажется, тоже они очень туристические. Не знаю, может быть, я, конечно, ничего не понимаю в живописи, но... Как-то вот ни на чем глаз не останавливается. Ну, вот только если вот эти вот нижние работы... Это вот мне нравится. Мы сейчас с вами находимся на центральной торговой площади. Вот по правую руку мы потом туда пойдем, в ту сторону. Мы оттуда приехали. Ехали мы через Юрия в Польский. А если въезжать через Владимир, то приезжаешь вот с той стороны. Это торговая площадь, как я уже сказала, такая центральная. Сейчас мы по ней пройдем. И вот впереди у нас, видите, гостиный двор. Планируем сейчас мы пройти через гостиный двор. И будем поворачивать направо. Пойдем там как раз вот монастыри, храмы, всякие очень интересные кафе. Ну, и, в принципе, летом. А летом, опять же, когда мы из отпуска возвращались, мы проезжали через Суздаль. У нас тоже есть летний выпуск из Суздали. Тоже я на него приведу ссылку. В описании к видео дам ссылку на плейлист нашего путешествия летом. А летом мы были во Владимире, в Кинишме, в Суздале. Еще там несколько городов. Там, по-моему, 5 или 7 выпусков. Сейчас, мне кажется, для настроения. Весной пока еще у многих снег не растаял. Вот эти летние наши путешествия. Но очень интересно, мне кажется, его пересмотреть. И летом, конечно, в Суздале совсем другое настроение. Но именно сейчас, когда еще тает снег. И вроде бы с одной стороны еще ничего не расцвело. Но, с другой стороны, вот это вот очарование теплого весеннего дня, яркого солнца, голубого неба, тающего снега. Но это совсем другая Суздаль по сравнению с той летней, которую мы здесь видели. Вот я дальше прохожу через торговые ряды. Ну, в принципе, продают примерно одно и то же везде. При желании, конечно, можно купить какие-то маленькие сувенирчики в подарок, привезти. Все равно всегда, согласитесь, интересно походить и поглазеть. Вот какие кокошники кто-то шьет. Кстати, когда в нашу летнюю поездку гуляли по Плюсу, у нас прям даже выпуск называется... Как мы его назвали-то? Типа не такой Плюс. Да, не типичный лет. Ну что, Плюс нашими глазами. Вот мы сейчас с вами и по Суздале будем гулять не только по центральным улицам. Нам обычно нравится залезть куда-нибудь в переулке, в подворотне. И посмотреть на что-то такое, ну, настоящее, да, не туристическое, а как протекает реальная жизнь. Вот, поэтому мы сейчас с вами немножко пройдемся по центральной улице, а потом свернем куда-нибудь в переулке, выйдем к реке, выйдем к монастырю. А сейчас впереди уже показалась галерея гостиного двора. И вот сейчас мы когда ближе подойдем, вот посмотрим архитектуру. Подходим к гостиному двору. Вот хочу обратить ваше внимание, что архитектура традиционна для старинных русских городов. И практически точно такие же ряды торговые, да, гостиный двор, это в свое время были лавочки торговые ряды. Мы видели с вами и в Ростове Великом, об этом у нас тоже есть выпуск, и в Кинишме они тоже были практически такие же. И в Ярославле. И в Ярославле, да. И в Москве. Да, и даже в Москве гостиный двор тоже очень похож, но побольше. Вот. Ну а мы проходим мимо гостиного двора, пока не пошли в ту сторону, когда предполагали, а спускаемся как бы ниже. Сейчас мы увидим крепостные валы, которые окружают город. И, как правило, на нем зимой дети с горок катаются. То же самое мы могли наблюдать в Ростове Великом. Здесь очень, кстати, много лошадок, повозок можно кататься. Ну не знаю, мне почему-то всегда их очень жалко. Я прям не могу. Какие-то они бедняжки такие стоят. Я, конечно, понимаю, что они себе на еду с своими хозяевами зарабатывают. Дети любят на них кататься, я не спорю, но мне их ужасно жалко. Вот здесь такие маленькие изящные башенки. Да, да. Они вот это типичное строение для суздальских церквей. Они, видишь, как квадратные, а сверху у них вот так несколько башенок. И мы сейчас будем, когда по городу ходить, ну, очень у многих храмов вот так сделано. И опять же, вот видишь, здесь тоже вот у этого храма два. Один поменьше, второй побольше. Зимний и летний. Ездить открыли крыши, как красиво. А ты обращаешься к тому, что купола у некоторых черные? Вот черные. А у некоторых золочен. Да. Тоже почему-то так интересно. Вот на этот вопрос у меня нет ответа. Я езжу тобой. А вот золота. Так прибывается. Да, прямо на солнце так красиво. Луковка. Маковка или луковка? Луковка. А волы до сих пор громадные. Да, волы до сих пор громадные. Вот здесь система волов. Вот мы с вами подошли к карте Суздаля. Направляемся мы в Суздальский Кремль. Мы уже практически до него дошли. Собственно, он и окружен волами. Вот здесь вот это очень хорошо видно на карте. То есть вот они, системы волов защитных, которые защищали Суздальский Кремль от набегов. Вот как раз не успела я снять. Мальчики катаются на ледянках. Получается вот такая горка около волов. И такой длинный у них прям путь. Вон они, видите, вниз съехали. Вон они там. Класс, да, так прокатиться. Мне прям самой захотелось. Ну и нам с вами повезло. Вы посмотрите, нас сегодня всю дорогу сопровождает солнце. И мне кажется, что мы как раз, ну мы как обычно поздновато, да. У нас же рано ничего не получается. Пока все дела переделали, пока выехали. Но все, что не делается, все к лучшему. И мы приехали очень вовремя. Потому что как раз на таком низком солнце, ну, во-первых, очень красиво снимать, согласитесь. Такие кадры получаются. И, во-вторых, комфортно гулять. Мы с вами проходим храм Успения Божьей Матери на княжьем дворе. И дальше проходим. Здесь опять, смотрите, ярмарка. И потом проходим к Кремлю пойдем. Сейчас посмотрим, что у нас тут предлагают. Вот здесь уже немножечко, видите, другие товары. Вот видите, пожалуйста, вам всякие обереги тут и от скуки. От тараканов хорошая вещь, да? Полезная в хозяйстве. А вот частная сыроварня. Всякие сыры тут дают. Попробовать. Вот здесь как задекорировали. Смотрите, видите. Две восемьсот, три с половиной за килограмм сыры. О, а здесь, смотрите, рыбы сколько всякой сушеной. Когда мы в Пиросе были, там везде эта рыба продавалась всякая. У них спрашиваешь у всех, а откуда рыба? Да здесь прям ловим. Сами коптим. Сами коптим. Но сами понимаете, что это вообще не так. Даже близко не так. Вот здесь, видите, сделаны такие всякие зоны отдыха вокруг этих валов. Ну, а на самом деле хочется, хочется вон туда, правда? Вот здесь, видите, тоже чайная, кафе из ба и еда из печи. Но вот по моему опыту в таких местах нельзя есть. Не, ну можно, конечно, но, как правило, сюда автобусы, прям туристов привозят. И здесь обычно, ну, цены и меню, ну, так себе. На самом деле, если чуть-чуть пройтись, мы сейчас там в городе найдем какую-нибудь чудесную чайную или маленькую кафешку и там перекусим. Но, смотрите, мы с вами пока вышли. Какая тут красота, какой вид открывается. Потрясающе. И, конечно, все эти туристические развалы, которые мы сейчас наблюдали, ну, в общем, и все остальное, оно не то, что меркнет, оно, я даже не знаю, как это сформулировать, вы меня поняли, на фоне вот этой всей красоты. И на качельках. На качельках? Пошли. Вот как раз река. Она замерзла, и, судя по всему, там, видите, следы, да, катаются на квадроциклах на ней, я так думаю. И лыжники. И лыжники, да. Ну, она такая прилично широкая река. Тоже прямо сейчас кадр такой, просто картина. Кстати, пока ехали, хочу вам сказать, грачи-то прилетели уже. Потому что нам по дороге прямо попадались березовые рощи, грачи, проталины, все как положено. Все было. Валера идет качать меня на качельках. Да, здесь, кстати, качельки с таким видом прямо очень. Даже. А вот мы, видите, какие мы на качельках. Замечательно. Смотри, и вот туда выйти, вот, видишь, где идут они. Каким маршрутом никто точно не ходил. Да, давай пойдем, интересно. Вот так пойдем. Да, и потом оттуда поднимемся. А потом к тому белому храму и пойдем наверх. Да, точно, решено. Видно, вон люди поднимаются, и там есть мостик. Да, это вот будет как раз наша прогулка. Нет, ну какие мы качели нашли с таким видом потрясающим. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лезем Лезем Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот как раз это мы подошли к тому месту куда дети приезжают в свою очередь с вала к реке и спускаются Здорово! Хорошо прокатился? Хорошо прокатился? Да я бы прям тоже так прокатилась Волшебно! мы прошли как бы через этот остров опять вышли на речку эти солнце уже практически села мы с вами успели все снять здесь такие симпатичные домики на берегу стоят и сейчас поднимается будем ну все поднимаемся в город здесь кстати мостовую видно уже из-под снега такие прям камни похоже как в плесе там все улицы замыщены этим камнем кстати не просто так он стоит на там перепады высот и талая вода спускается и поэтому так мастят чтобы не размывала дорогу здесь видимо то же самое делать вот видите какие у нас в каких-то дворах мы с вами находимся до через эту речку если мы отсюда поднимемся сразу окажемся будет этого но мы по сути да а мне кажется давай пойдем куда пойдем улочками пойдем да ну куда придем туда и придем нам чуть нам уже интересно вот где еще дорогие зрители вы так полазите по тающим улицам суздале вот как видите интересно и здесь вот картина грачи прилетели по пейзажу практически на каждом углу вот смотрите новый дом да так его отреставрировали сделали но на основе старого учитывая что внизу он каменный а рядом посмотрите какой стоит красота а в небе вот самолет летит представляете у меня камера хватает самолет в небе с ума сойти вот какой тоже дом ставни такие срезные наличники наличники не ставни а вот кстати интересно хэштег белый берег это видимо какой-то отель мини отель дом в суздале с которым все фотографируются а вот мне именно с этим домом то и не хочется фотографироваться вот он такой же сделанный как и в плёсе и поскольку весь плюс в таких домах то ну как бы вот это потеря аутентичности мне не нравится в плёсе вот на мой взгляд гораздо лучше сфотографироваться с каким-нибудь вот таким домом правда а вы как считаете а еще я очень люблю лужи когда в них отражается небо в этом вообще что то есть вот это место где мы с вами сейчас идем называется улица набережная и реально она находится же на набережной мы же уже знаем с вами что там внизу река и конечно летом когда река растаявшая вообще наверное тут потрясающий вид я вот сюда именно пешком вот так не ходила вот смотрите какой там мост через реку деревянный сейчас я вам приближу а это виден центральный собор кремля кремля только видите с реки такой вид отсюда ну а мы поворачиваем дальше по этой улице и как бы поднимаемся от реки наверх как колокольния не помню что честно как называется этот монастырь сейчас подойдем я вам скажу мы были кстати на этой колокольни и я вижу то сейчас там тоже были люди видимо туда можно было бы подняться поднимаемся выше по этой улице да а там за забором вам не видно было скакал пёс бегал практически друг сахарка здесь смотрите уже даже по сравнению с нашим участком да ну косогор такой пригорок и уже снег так стал практически у нас кстати потепление я еще смотрела по прогнозу ближайшую всю неделю днем будет плюс семь плюс восемь и ночью плюс 20 минус один так что сейчас все быстро на плюс восемь-то солнцем и солнечные дни там все очень быстро растает конечно уже хочется хочется первоцвета хочется зеленой травы и хочется чтобы вот этот вот серый снег уже сошел уже все хватит даже здесь все таки городская среда вот ты думал вышла да вот тут уже на лавочке посидеть маленький да ну это такое выглядит как деревенский частный сектор дома целый участок а смотри какие старые красивые ворота до как сохранили тоже не переделывали он какие красивые да вот мы подошли к монастырю с набережной дамы поднялись это улица крупской отсюда есть вход сейчас зайдем да хорошо давай отсюда зайдем здесь хост постройки насколько я помню когда вот мы пять лет назад тут были на экскурсии в этом монастыре вот он частично отреставрировано частично тут какие-то не приходские а такие светского назначения остались вот эти по моему красные дома мне кажется что это там какие-то учреждения находится точно да как обычно имеется не центрального увидим остатки стены очевидно эта кладка тех времен не реставрируемая так знаете в поисках старины с вами находимся потому что пройдет еще какое-то количество лет даже ничего от этого не останется вот здесь кафе суздальская трапеза почему-то много полиции да я же говорю что это светские учреждения здесь на территории монастыря видите детская юношеская спортивная школа суздальского района здесь по моему нету действующего храма на территории этого монастыря а вот смотрите это здесь спортивный зал при спортивной школе интересно да в таком месте спортивный зал ну вот тут как раз видите центральный вход вот эти башенки и здесь написано что это риза 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 положенский женский и перхами монастырь основан в 1207 году вот в каком мы с вами историческом месте вот это наверное у них действующий храм и очень красивая стариннейшие если можно так сказать старинная колокольня это здание трапезной палаты вот она уже позже построена это 1880 год в колокольню можно подняться наверх я два раза в своей жизни поднималась сейчас наверное мы их не будем это восхождение совершать потому что уже темнеет и пока мы будем туда-сюда подниматься мы уже будем потом в темноте гулять не будем подниматься или будем но мы же уже поднимаясь я уже даже два раза поднимался пошли дальше пойдем дальше гулять а там нельзя выйти вот так да вот уйдем отсюда давай я такая румяная стала все-таки конечно сейчас уже солнце-то зашло немножко похолодало меня одна рука перчатки а вторая рука который я камеру включаю выключая она без перчатки и мерзнет у меня между прочим рука то леденеет все равно так мы приятно гуляем просто потрясающе вороны устроили себе смотрите домик где эти вот прям там живут мы идем вдоль монастыря дальше по улице до следующего монастыря и я прочитала там табличка была вот эта колокольня построена ну сбор средств горожанами осуществлялся на ее строительство в честь победоносного окончания войны 812 года там интересно что мы летом вот здесь же шли ну вот на реку мы не спускались так как сейчас но вот дальше по этой улице и вот эти вот ворота которые сейчас показывала я и летом показывала тоже мне очень понравилось до затягивают одни и те же места а на самом деле я такая хитрая он хоть я так все про кофейню про кофейню про чаек а мы такие снимаемся оттуда валерка куда дальше идем не такая налево потом на право потому что я его веду а в тот ресторан где мы были летом и где мы были первый год очень первыми сикадок познакомились ездили в суздаль это ресторанчик огурец мне он очень нравится и я его туда заманиваю а я с удовольствием соглашаюсь а ты с удовольствием манишься знаешь как говорят манкая женщина это сейчас про меня а еще я же купила камелию у меня вышел выпуск что я купила камелию мне сегодня в комментариях написали ну все таша теперь дама с камелиями вот так вот там он на лошадках катается вот меня как-то не привлекает сама мысль кататься на лошадках мне нравится больше гулять я говорю мне как-то этих лошадок очень жалко смотрите сейчас уже солнце зашло но зато стали огни зажигаться фонари другое освещение своя прелесть в этом во всем очень мне кажется мы с вами хорошо гуляем темнеет конечно стремительно ногами вообще голый лед очень скользко идти но мы уже тем временем почти дошли на тут и куда идем здесь есть такой мостик совсем не чищеные улице сам опасных смотрите голый лед да пойдем на ту сторону там будет по суше наверное на солнечное я в швеции такое швеции такой вот у нас узали пожалуйста да на этой стороне по суше она видимо солнечное ведь и подсохла потому что там вообще какие-то колдобины были это тоже какой-то отель и ресторан и у них вот так витрина украшаются я в летнем выпуске тоже это место снимала но мы не в этот ресторан идем мы идем другой ты еще не подписался на мой телеграм-канал ссылочка будет в описании к видео подписывайтесь я там практически каждый день выкладываю постные блюда идея постного завтрака постного ужина в общем делюсь с вами своими рецептами и также в яндекс цене тоже так что подписывайтесь а тут непонятно что будет с ютубом а мы с вами не потеряемся мы идем не будем отвлекаться идем в наш он он уже на той стороне зеленая вывеска видите горит слева на той стороне это вот ресторан огурец он уже в такой скажем традиционно наш с валерой мы когда сюда приезжаем в него ходим здесь летом очень красивый летний двор здесь есть еще фермерская лавка и кофейня так что сейчас мы с вами все посетим видите как красивый тоже замещено тут представляете все места заняты вообще аншлаг будем ждать смотрите красиво все сделано березки потолок вот такой сплана чек набран вот фермерские продукты здесь можно тоже купить всякий мед это шоколадный настойки у них собственного изготовления вот нам нашли такой маленький столик для двоих что сейчас здесь и присядем здесь очень нравится кресло особенный цвет а Хочу вам снять, не удивляйтесь, в туалете идею интерьера решения. Смотрите, как здесь сделана раковина из тазика латунного для варенья, похожего на тот тазик, который у нас есть. И видите, это все на такой деревянной, как лавке, стоит тазик. И зеркало в деревянной раме висит, и из плетеной корзины сделана лампа. Ну, в общем, прикольно. Вообще, мне нравится в ресторанах, в туалете. Бывает очень интересно что-нибудь подглядеть из интерьерных решений. Еще здесь одно тоже очень прикольное. Смотрите, как сделано запор на дверь. Понимаете? Крючок. В городе стемнело тем временем. Мы вышли из ресторана и потихонечку пешком продвигаемся в сторону нашей машины. Ну, и сейчас мы с вами стоим около еще одного храма. И я, как обещала, хочу вам рассказать, почему же в Суздале такое количество храмов. Будем медленно идти и разговаривать. Заодно посмотрим ночной Суздаль. В отличие от многих городов, где градоустройство происходило вокруг Кремля, в Суздале сам город строился не только вокруг Кремля, но и вокруг многочисленных монастырей, которые тут находятся. Таким образом, у города как бы не один центр был, а несколько. И храмы в этих различных районах Суздаля воздвигали не только князья и епископы, как, собственно, везде на Руси. А еще и простые горожане, ремесленники. То есть, в знак благодарности Господу за то, что их ремесло успешно развивается, в этом городе было принято воздвигать храмы. Для них специально выделялся бюджет, делался проект. Все с большой любовью относились к строительству этого храма, находили лучшее место рядом со своим жилищем. И таким образом мы видим столько храмов в Суздале. Вот такая вот история вам. Ну а мы идем по ночному городу, постепенно продвигаемся. Под ногами очень скользко, еще и темно. И на улицах, видите, практически уже никого нет. А нам еще ехать домой. Мне кажется, что наше путешествие было очень душевное, замечательное. В этом месте я хочу поблагодарить моего мужа за то, что ты меня балуешь и реагируешь на все мои желания. Я такая вчера буквально говорила, а не поехать ли нам завтра в Суздаль? А Валера такая говорит, да, давай. Хочешь, давай поедем? Вот. И вот мы в Суздале вместе с вами. Так что спасибо тебе огромное за эту прогулку и вам за то, что вы были с нами. Все наши. С приветом из Суздаля. Все будет хорошо. Обязательно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч на канале. Ну и ждем ваши впечатления. И не обижайтесь, если я сейчас не отвечаю на все комментарии. Просто физически не могу. Но стараюсь вас всегда пролайкать и поддержать. Пока-пока. До новых встреч. Ваши Валерия и Таша Муляр.